После того, как был придуман в далеком 78 году вот этим товарищем на английском, который вот так вот и звучит, Велис Вейдер, суть этого индикатора, именно True Range индикатора, а потом уже появился Average True Range, на русском языке я вам подготовил вот такую небольшую статейку, чтобы вы это увидели, простые формулы, вот такой вот истинный индикатор, истинный диапазон. То, что было придумано тогда, выглядит вот так, что это большее из следующих разниц. То есть индикатор в 78 году изначально, ну даже не индикатор, а просто расчет, показывал разницу между максимальной и минимальной ценой инструмента, там за день, например, максимум и закрытие предыдущего, закрытие предыдущего и минимум. И это показывался именно истинный диапазон. True Range, TR назывался он в то время. Ну, это тут товарищ пишет на сайте со своими комментариями и так далее. Но если вернуться к изначальной математике, ну и вообще вам, кстати, каждому напоминаю, что лучше за каждым индикатором иметь определенную математику и понимать ее. И напомню, что очень хорошая книга у нас вот такая вот с вами, да, вот. Сейчас я переключу на свой экран. Вот. Вот эта вот книга. Методы биржевой торговли Парри Кауфмана. Здесь про каждый индикатор, про все, что угодно, связанное, которое может быть как-то подвержено математике, хорошо описано. Поэтому постарайтесь в своей торговле это использовать. Ну, а все же таки. Значит, вернувшись к расчетам. Вот что показывается в свое время вот этот вот True Range Indicator, родоначальник ATR, то есть без буквы А который. Вот он показывает, что это разница как раз между High и Low, между High и Minus Low предыдущего или Low и Minus Low предыдущего. Вот. Значит, ну... Была определенная польза в этом индикаторе. И после этого придумали, скажем так, именно индикатор ATR, то есть среднее значение из этих величин. И вот как раз по первым буквам у нас так и получилось. Простенькую хорошую картинку, которая, как говорится, пошла уже в народ. И на которой большими буквами показано, что такое вообще ATR. То есть среднее значение хода инструмента за единицу времени. Вот. Вам видно. Сейчас я, наверное, себя уберу здесь. Сейчас. Секундочку. Вот так вот, чтобы вам не мешать. Чтобы вы увидели, потому что как раз в левом углу и написана хорошая логика. То есть если говорится про ATR, как среднее значение хода инструмента за, например, 5 дней, то берутся значения разницы между хай и лоу этих баров, складываются и делятся на количество, на период. То есть если ATR за 5 дней, то сложили максимум, минус, минимумы инструмента, сложили их и поделили на этот период. Крайне важно для нас при расчете этого ATR игнорировать так называемые паранормальные свечи. То есть нетипичные движения, которые вот как здесь показаны, если у нас была паранормальная свеча, как раз размером больше 2 ATR. То есть если у вас инструмент, например, ходит 1 доллар в день, а в какой-то момент или из-за новостей, сейчас секундочку, или из-за новостей, или из-за еще чего-то он прошел 2 доллара, а это нетипичная была ситуация, то такой день мы из расчета исключаем. То есть вот этот, как показано, со стрелочкой, он из расчета уходит. Если мы хотим, например, внутри дня зайти в контртрендовую сделку, там после какого-нибудь ложного пробоя одним или двумя барами, собираемся заходить в сделку, то мы это должны делать, когда инструмент находится, скажем так, на этапе уже истощения своей энергии, когда он выдыхается. И для этого, чтобы понять, когда этот инструмент уже выдыхается, нам нужен как раз индикатор ATR, который не просто показывает средний ход инструмента за сегодня, а показывает в среднем за какой-то период, для того, чтобы мы могли понять, что если инструмент прошел, например, уже 80% своего среднего движения, то, скорее всего, дальше он не пойдет. Зачем нам это надо знать? Очень просто. Если мы понимаем, что в большинстве случаев инструмент, пройдя 80% своего движения стандартного разворачивается, то, следовательно, мы можем свой стоп-лосс поставить, как раз рассчитывая от ATR. Это первый ответ на вопрос, как нам определить размер стопа. Мы возьмем размер стопа как процент от среднего значения ATR за период. Например, если у нас ATR, там, доллар, и пройдя 80%, мы можем поставить ATR, этот, стоп-лосс, например, как 20% от ATR, то есть 20 копеек для простоты расчета. Почему? Мы предполагаем, что если он прошел 80%, то, скорее всего, оставшиеся 20% он не пойдет. И именно эти 20% будут являться для нас стоп-лоссом. Мы ставим, например, 20% стандартного ATR как стоп-лосс. То есть, первый ответ на этот вопрос, именно процент от среднего значения является величиной стоп-лосса. Поэтому крайне важно нам исключать вот такие паранормальные бары. Почему это важно? Потому что у вас может вот это число, ATR рассчитанное, стать неимоверно большим. Ну, если обычно у вас бы ATR был, например, 1 доллар, а из-за паранормального бара, который вы не исключили, у вас бы он стал 1,5 доллара. Ну, образно говоря. И взяв процент от 1,5 доллара в стоп-лосс, будет, понятное дело, больше, чем процент от 1 доллара. 1 доллар – это условная величина просто для простоты объяснения. Вот. Следовательно, для того, чтобы знать эту величину ATR, нам нужны помощники в виде калькулятора, математики, мозгов или индикаторов, которые в МТ-4 и МТ-5 присутствуют. Значит, ну, вами всеми любимый, конечно, индикатор ATR, который есть в библиотеке, например, в клубе трейдеров «Картель» существует довольно-таки хороший именно индикатор в МТ-4 доступный. Вы можете его отобразить и видеть. В принципе, вот я его недавно переписал под МТ-5, для того, чтобы можно было тоже на графике практически любого инструмента узнать текущее значение ATR инструмента, и мало того, что узнать, понять, сколько осталось. То есть, например, вот здесь ATR у меня за 5 дней по евро-доллару 70 пунктов он уже прошел. Вот, вернее, прошел этот самый 56, обычно 70, доступно осталось 14. Ну, текущий спрет 2. 1, 2, вот он там меняется. То есть, используя индикаторы, вы можете видеть, потом взять от них процент, посчитать и в своей внутридневной торговле это использовать. Ну, мало того, что вот этот индикатор вам помогает, ну, не так давно, и эти все индикаторы, они бесплатные, лежат в библиотеке. Была сделана версия специальная, которая, вот сейчас я вам покажу, версия вот эта, ATR Mine называется, 1.0.1 версия, которая позволяет вам его в строку еще сделать. То есть, у него есть в настройках колонка или строкой. То есть, строкой FALL с колонкой, этот самый, колонкой TRUE. То есть, этот самый, вот сюда берем, вот у вас получится в строку. Это удобно будет вам, если у вас какие-то роботы есть. Зачем оно вам надо? Опять же, стопы, контртрендовые сделки, ложный пробой одним, ложный пробой двумя барами, или там отбой от уровня, например. Если вы не используете технические стопы, а используете расчетные, то вот как раз для расчетов вам ATR может пригодиться. Значит, точно так же, расчет ATR пригождается нам не только для определения стопа, но и даже для тейка. Значит, если вы используете, так называемый, частичный выход из позиции, то есть, например, закрываете сделку на там 50, 70, 80 процентов, вам нужно знать, когда осуществлять этот выход из позиции. Для этого, опять же, используется ATR, индикатор ATR, либо этот, либо какой-либо другой, вам нужна цифра. То есть, вы будете знать, например, что инструмент разворачивается спустя прохождение там 80 процентов своего движения. Следовательно, ваш, например, первый или основной тейк будет на уровне 80 процентов ATR, например, за 5 дней. То есть, в своих роботах, стратегиях, в ручной торговле, вы себе говорите, так, у меня стоп-лосс, например, 20 процентов ATR, тейк-профит, например, 80 процентов ATR, потому, что вы, собрав статистику, знаете, что инструмент, пройдя 80 процентов, не продолжит свое движение в, скажем так, в 90 процентов торгового времени, а начинает, либо торговаться, как говорится, в боковике, либо там разворачивается, и так далее. Для того, чтобы не забрать, фактически, без убыток, какие-то там крошки со стола, вы можете использовать расчет ATR и для тейков. При торговле в средний срок, ну, смотрите, это тоже можно учитывать ATR в большей степени, когда отбой от уровня, и там короткий этот, пробой с закреплением, и так далее. То есть, когда нужны расчеты. В среднесрочной перспективе ATR не настолько принципиален, как внутри дня. Так, какой допускательный, соотступ от уровня в процентах ATR, от точки входа? Вот, Дмитрий, вот это великолепный, великолепный вопрос. Именно об этом будет рассказано, скажем так, и показано на курсах, которые я провожу и веду. И я вам скажу, что практика показала, а именно практика десятков людей, которые делали домашку, делали по-разному, что существует, действительно существует зависимость между точкой входа относительно уровня и ATR. Какая именно зависимость, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и я вам потом расскажу об этом. Если у нас, предположим, есть какой-то уровень, сейчас я давайте его толще сделаю, вот, чтобы ответить еще раз на вопрос про ATR и все остальное. Значит, если у нас, предположим, вот этот вот уровень, который я сейчас взял с потолка, но для простоты расчета он нам пригодится. Если ATR у нас за 5 дней, вот 70 пунктов, и в нашей торговой системе, например, присутствует математический расчет стопа, например, как отбой от уровня и так далее, и мы говорим, что нам нужно использовать, например, там 20% от ATR, если отбой будет, то мы возьмем 20% от вот этого, от числа 70, да, это будет, грубо говоря, там пятая часть, то есть это там 15%, ну, чуть меньше, давайте, так вот, сейчас посчитаем, посчитаем, значит, 70 минус 2, 20% 56, то есть 70 минус 56, у нас 14 пунктов, да, то есть, зная ATR инструмента, если в нашей торговой системе мы понимаем, что скорее всего 80% инструмент пройдет, а 20, скорее всего, не сможет, то берем 20% от величины ATR за заданный период, и вот здесь вот, от этого уровня, откладываем, там наши, как раз вот, 15, но это по четвертому знаку, 150 пунктов стопа, то есть сейчас я проведу вторую линию, другим цветом ее сделаю, какая-нибудь такая вот она будет, и у нас вот отсюда досюда должно быть вот 150, но чуть поближе, то есть исходя из ATR мы можем посчитать, куда нам поставить стоп-лосс расчетный, предполагая, что инструмент, идучи, скажем так, идя вверх, не пройдет вот это расстояние, которое он проходит вот за заданный период, то есть у него стандартное движение, 70 пунктов по четвертому, например, знаку, вот, мы предполагаем, что пройдя 80% он развернется, 20 себе оставим на стоп-лосс, вот эта вот величина, как раз, того стопа, и, также, относительно рассчитанного значения ATR, мы можем ставить наши тейки, то есть если мы где-то там войдем, то, например, на 80% ATR, то есть 7.8.56, где-то там 560 пунктов, куда-нибудь там, вот здесь у нас может быть, например, take profit, вот где-то здесь, предполагая, что инструмент начнет разворачиваться.